Всем привет, дорогие друзья! Это Саваи, и сегодня мы с вами опять играем в автоатическую империю. В прошлой серии забабахали вот такой вот цех, который должен заниматься очисткой травы. Ну, по крайней мере, по замыслу он должен заниматься очисткой травы. А чем он будет заниматься по факту, мы пока еще не знаем, скоро это выясним. Значит, сделали мы систему разгрузки, систему погрузки, систему доставки к поезду. Вот такая вот она у нас получилась длинненькая. Как опять же это будет работать, одному богу известно, поэтому сегодня наша задача будет это выяснить, попробовать это запустить. Поехали! Так, ну а чтобы что-то выяснить и попробовать запустить, ну, теперь вопрос, знаете, стоит в чем? Если я не буду вот здесь вот рядом делать еще один такой цех, а я хрен его знает, буду я его делать или не буду, то по-хорошему можно было бы вот здесь вот как раз забахать и поля. Но так как у меня нет никакой уверенности в том, что здесь я не захочу что-нибудь такого прям придумать, поэтому давайте-ка мы поля будем бахать непосредственно так, как будто теплица. А, ну, короче, так и сверху, да? Да? Отлично. Превосходно. То есть тогда мы будем бахать их прям непосредственно вот тут, вот так вот. Так, вот так вот. Ну, давайте мы, наверное, так, я буду зелененькую травку использовать. Так, мы сейчас отступим, энное количество, потому что места здесь довольно много, чтобы потом немножко не мельчить. Вопрос, сколько нам надо будет этой травы? Теплица включена, да. Шесть каждые шестьдесят секунд. Странно, это было без теплицы. С теплицей должно быть немножко не так. Сейчас, погодите-ка секундочку. Так, где там она у нас стоит? Ну, допустим, ладно, пусть вот, пусть стоит где-нибудь вот здесь. Так, шесть каждые шестьдесят секунд. Теплица ускоряет на двадцать пять процентов. Это, в принципе, ни хреново. То есть она у нас будет не шестьдесят секунд, а десять процентов, это шесть, то есть двенадцать, двадцать пять процентов, на пятнадцать секунд меньше, грубо говоря. То есть получается не шестьдесят секунд, а сорок пять секунд. Шесть единиц. Каждые сорок пять секунд. Шесть единиц, каждые сорок пять секунд. Я вообще даже не представляю, как это рассчитать. Потому что это у нас запаковывает одну единицу в три секунды. А это у нас непонятно, что делает, короче. Так, ну, я вижу только одно, как мы можем это сделать. Это поставить их какое-то количество. Просто вот так. Я не знаю, можно ли их передавать между собой. То есть поставить просто их рядок. Или даже не так, а знаете как. Так. Не так, а знаете как. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, давайте мы, наверное, прям... Лучше на всякий случай через труп, потому что, по идее, оно и без труп должно работать. Но хрен его знает. Будет оно работать без трупа или не будет. Так, потом мы поставим тогда... Так, сколько у нас... Давайте, знаете, с чего исходить? Сколько у нас влезет в поезд? У нас 22, в каждую тележку вмещаются по 4 единицы. 26. В каждую тележку вмещаются по 4 единицы ресурса. А как это рассчитать? А как рассчитать время с загрузкой-погрузкой? Сколько он будет туда ехать? Сколько он будет разгружаться? Да. Уж. Тогда только практически. Тогда давайте так. Значит, если мы не можем ни хрена рассчитать, то тогда мы будем прикидывать на реальном примере. Так. Как минимум, должно проходить вот так. Это как минимум. А второе должно тогда быть немножко со смещением. То есть оно у нас должно находиться не тут, а вот здесь. Чтобы оно прям сразу загружалось. Я на самом деле думаю... Так. То есть оно у нас будет... Да, на единичку оно у нас будет смещено. Дальше мы делаем таких еще. И сейчас мы это запустим. И посмотрим, насколько будет один поезд с этим справляться. Если один поезд с этим не будет справляться вообще, то значит мы их сократим на будущее. А если будет справляться замечательно, или наоборот у него будет оставаться, значит мы его ускорим. В общем, мысль в принципе понятна. Вроде как все довольно логично звучит. Так. Два. Три. Четыре. Так, теперь нам надо зацепить это на... Зашибись, я зацепил. Вот это да. За один клик сделать себе проблему, которую потом будешь удалять 28 кликов. Какой я молодец. Так, надо еще раз так не лажануться. О, отлично. Значит, сюда оно заходит. Здесь оно подключается. Теперь нам нужно поставить бочечку с водичкой. Бочечку с водичкой. Давайте поставим бочечку с водичкой где-нибудь вот здесь, например. И эту самую водичку отсюда цепанем. А вот интересный вопрос. А, работает. Смотри-ка. Ну, смотри-ка. Грянька-то, грянька работает. Вот это да. Так, ну, тогда это немножечко упрощает нам задачу. Так, ну, что-то типа того сделаем. Так, раз у нас вода распределяется между этим, то и прекрасно. Теперь нам надо будет, получается, сделать где-то вот здесь вот дырку. Так, подключиться на другую сторону. Так, там ее дальше спустить. И после этого тогда зацепиться с этой стороны. И зацепиться. Так, и зацепиться, зацепиться. Давай где-нибудь вот отсюда зацепимся, что ли. Так, зацепиться вот тут. Потом зацепиться. Да, елки-палки, да, отцепляйся. Так, зацепиться вот здесь потом, чтобы у нас было примерно так же ровненько, где-то вот в этом месте, наверное. Так, давай еще зацепимся. И вот так вот подключимся. Пока давай вот так вот сделаем. Значит, вот у нас получаются грядки зелененькие одна штука. Так, грядки зелененькие одна штука. Дальше вопрос. То есть нам нужен погрузочный маневр для того, чтобы все это работало. Но, в принципе, я это вижу вот так. То есть мы будем куда-то это продлевать дальше. И вот здесь вот как-то у нас будут стоять какие-то некие грядки. Хрен знает, сколько их тут должно быть. Теплица включена. Да, теплица еще не включена. Сейчас мы еще включим теплицу. Так, раз теплица, два теплица. Мотать теплицы стоит. Так, раз теплица, два теплица. Денег мы потратили уже до хренища на это на все. Сколько можем еще? Еще могу 30 таких штук подключить. Так, ну теперь давайте попробуем это отбалансировать. Во-первых, давайте потихонечку включаться. Значит, меня интересует рост урожая. А здесь все равно написано, что 6 каждые 60 секунд. А, вот теперь написано 45. Пересчитался по-нормальному. А что так тормозит? Прикалываете, что ли? Глянь, тормоз... Охренеть. Это шоу слайд-шоу. Ой, да хорош. Так, мы добавляем сюда тележеньку. Много тележек добавляем сюда. Так, тележенька пока отсюда поехала. Пусть пока едет. Значит, у нас ничего еще не взросло. Каждые 45 секунд. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас будет вмещаться в тележку. Начнем с этого. За рейс. Содержит она у нас 6. Содержит еще 6. Так, плюс у нас время на разгрузку-погрузку уйдет. Ну, как бы, наверное, больше нам-то, наверное, и не надо даже. Так, каждый у нас содержит 4 единицы ресурса. Плюс еще потом разгрузится. Ну, сейчас он сделает пару ходок, и мы, в принципе, все выясним. Скорее всего, наверное, больше не надо будет. Он еще разгрузился. Ну, да. Больше даже, наверное, столько не надо. Я думаю, что как минимум по одной ферме отсюда можно срубить. Да даже точно. Потому что это еще даже без учета разгрузки. Без учета разгрузки тут сейчас все. Короче, это будет переполняться. Ну, вообще, можно ограничиться, получается, не 10 фермами, а 8. Но мы все равно сейчас протестируем еще. Погодите. Погодите. Да, он уже перезарядился, и новая трава у нас поехала. Так, плюс он еще сколько-то будет разгружаться сейчас, до того, как пойдет дальше. Ну, да, я думаю, что 8 ферм максимум. На один подход 8 ферм – это прям максимально, что он может быть. Так, он пошел разгружаться. И здесь надо будет где-то сбоку, наверное, пристроить побольше. Где-нибудь вот здесь вот мы поставим. Она вроде как здесь сбоку припеку, просто чтобы она здесь была. О. А то маленечко хватать не будет нам места. Так, вот она у нас разгрузилась почти. Еще не разгрузилась, но сейчас разгрузится. Так, разгружается, разгружается, разгружается. Пока она разгружается, почему-то красная штука, кстати говоря, разгружается. Так, пока она разгружается, здесь у нас уже поспело две порции урожая. Сейчас скоро еще, наверное, третий поспеет. Так, ну половину можно снести. Угу, так, у нас пошел еще один цикл. Угу, и вон она уже перезарядилась уже за это время. Как бы вообще не шесть. Походу шесть надо. Так, походу надо шесть даже, а не восемь. Так, дайте-ка мы вот это вот выпилим отсюда пока. Так, оставим шесть. Для начала. Так, оставим шесть. Я думаю, что эти шесть, это как раз вот все, что нам надо. Больше, скорее всего, не пригодится. Так, шесть, шесть, шесть. Так, теперь давайте запускать дальше бобрика вот сюда. Значит, мы запускаем тогда сюда обменную телегу. Так, вот такую вот обменную штуку. Прям запускаем прям вот сюда. Она будет просто по кругу снабжать эту хрень ресурсами. По замыслу. Как бы их и не парочку пришлось делать. Да, все выглядит так, что их придется делать несколько. Потому что я боюсь, что он будет просто не успевать загружаться. Делать одновременно две загрузки мы все равно не можем. Он не совпадает никогда. И это, кстати, очень странно, что он не совпадает. Ну ладно. Все равно он один хрен загружаться будет с одной. То есть быстрее загружать его мы все равно не сможем. Так, ну ладно, вот он уехал. Слушай, у меня такое ощущение, что больше-то, наверное, даже реально и не надо будет. Сколько здесь осталось? Так, ладно, проверяем, чтобы это все работало. Так, ящики с травой поехали. Как бы странно это и двусмысленно не звучало, но ящики с травой у нас поехали вглубь. Так, отсюда поехали. Ну да, слушайте, переноску ресурсов надо будет сюда организовывать, наверное, чуточку побольше. Судя по всему. Так, вот он разгрузился. Никаких ресурсов здесь нет. Но мне интересно, что будет дальше. Будет дальше, будет ли он успевать хотя бы немножко... Ну сейчас застопорится все. Да, сейчас все застопорится. Не успеет такой огромный комбинат отработать просто с одной вот этой вот фигни. А успеет ли он привезти? Так, а привезти он, кстати говоря, не успеет. Все-таки. Так, вопрос, идет ли он... Да, он идет целиком. То есть шести он заполняется полностью и даже чуть-чуть остается. Потому что он попадает немножко в КД. Короче, больше чем шести на одну эту хрень не нужно. То есть вот это вот мы все убираем. Так, здесь оно не требуется. То есть максимальный блок у нас в итоге рассчитан на шесть. Иначе все будет просто тупо пропадать. Так, значит, вот это вот мы отсюда убираем. Просто тупо за ненадобностью. Так, вот эту вот штуку мы тогда продлеваем дальше до самого конца. И поворот у нее должен быть чуточку пораньше. То есть он у нас должен поворачивать где-то примерно вот здесь. Так, вот это все мы пока разбираем. Разбираем, 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 разбираем. Так, все это мы все разобрали. Вот такая-то у нас получилась балалайка здесь. Так, на шесть. Ну, а, ну вот часть встала. Часть производства встала. Так что, в принципе, может быть, даже все это и будет работать. Причем он практически полностью все это дело обслуживает. Но нужен еще один минимум. Для того, чтобы все это заработало. Так, теперь мне надо добавить телегу, которая будет это выгружать. Так, которая будет выгружать это и отправлять дальше. Так, выгружательная телега, готовь. Чувствую, все идет к тому, что нам надо будет их сделать несколько. И загружательных, и выгружательных. Потому что не справится. Не справится такой объем никогда в жизни. То есть нам надо будет еще куда-то, наверное, сюда поставить. И еще одну куда-то сюда поставить. Скорее всего. Так, а сейчас вот на нее конкретно не хватило. Так, ладно. Меня интересует вот это. Так, сколько у нас, кстати говоря, веса до того, как мы все это дело начали? Так, 18 тысяч... 18,5 тонн сейчас перевозим. Так, все, 18,5 тонн. Запомнили. 18,5 тонн. И еще он разгружается. Так, нам нужно явно подгружать еще один кусок вот сюда. Это 100%, нам нужен еще один. Значит, чтобы этот еще один у нас состоялся, нам нужен будет еще один подвоз сюда. Так, минимально возможно, мы можем его вот так вот запихнуть. Так, тогда давай сюда его и запихнем. Так, он у нас правильно расположен? Так, вроде как он расположен правильно. Значит, сюда мы копируем ферму. Куда мы ее поставим? Отойти, наверное, немножко надо. Ну, просто чисто из визуальных соображений. Так, раз, два, три. Потом здесь мы тогда тоже отходим и на единичку смещаем вот сюда. Делаем опять раз, два и три. Значит, здесь мы проводим вот такую вот штуковину. Так, сюда мы вгружаем, чтобы у нас было расстояние для подключения. Теперь надо разобраться с подключением труб. Откуда мы его выведем? Вот отсюда, получается. Так, вот отсюда, вот сюда. Так, и здесь мы тоже выведем, получается, вот отсюда и вот сюда. Так, теперь с трубами. Значит, эту штуку мы делаем врезку здесь. Раз. Два. Так, эту штуку мы делаем врезку здесь. Так, и по-моему... А, не, нормально. Раз и два. Так, с водой. Таким образом, сейчас мы вопросик решим. Так, подключаемся. Отлично, две штуки с этой у нас есть. Теперь мы покрываем их... Так, теперь покрываем их золотыми куполами. Которые душу мою радуют. Так, потом подключаем вот здесь. Вот здесь, вот здесь и вот тут. Так, сюда, сюда и сюда. Здесь. Сюда, сюда и сюда. Сюда, сюда и сюда. Так, это у нас фермы номер два. А, значит, теперь нам эти фермы надо будет куда-то притащить вот в этом месте. Они должны быть соединены между собой. То есть, давай мы еще штуки три сюда запихнем. Какую-то из них сейчас можем подключить. Я так думаю, что вот так. Примерно. Так, вот так примерно. Здесь мы делаем еще одну систему для загрузки. Так, только что-то она как-то не хочет у нас работать. Так, даем нам уровень два. И этот уровень два доводим сюда. Так, все, это система для загрузки. Теперь нам надо ее соединить. Чтобы ее соединить, надо будет выбрать какое-то место. Блин, даже не знаю. Здесь вот можно протащить? Нельзя. Так, а где можно? Надо выбрать какое-то место, где это можно сделать. Так, только уровень один мне нужен, пожалуйста. О, здесь можно. Так, прекрасно. Значит, здесь раз здесь можно, значит, здесь мы и подключим. Так, она у нас пойдет вот сюда. Потом дальше нам надо будет ее спустить вниз. И после того, как мы спустим ее вниз, подключить ее... Так, где бы тебя подключить-то и как? Давай вот так тебя подключим. Так, это у нас будет номер два, в который мы добавляем еще 26 телех. Так, и запускаем это в работу. Так, теперь у нас будет в два раза больше травки подвозиться. Сейчас, правда, она должна произвестись для начала, перед тем, как она будет подвозиться. Ну, я думаю, что, наверное, еще как минимум одну штуку нам придется делать. Так, с одной стороны и с другой стороны подвоз травки. Так, что у нас здесь? Здесь у нас дохрена сырья. А что у нас здесь? Так, а почему-то не разгрузился до конца. А, я не понял. А, ну здесь загрузился. Понял, понял. Тогда понял. Здесь у нас по 10 осталось, здесь по одному. Короче, все он, в принципе, все развез, в общем-то. Так, ну теперь надо отправлять эту хрень туда дальше. Для этого нам надо будет 26 вагонов. Сюда. 26 вагонов сюда. И денег у меня осталось практически ни хрена. Так, это у нас разгружается. Часть вагонов у нас уехала. Потом он немножко отбалансируется. Но это будет чуть попозже. Пока он не отбалансируется. Так, что у нас тут? Тут у нас нехватка сырья. Тут у нас прям катастрофическая нехватка сырья. Так, я думаю, что сейчас вот эти вот два. Может быть, еще один сейчас пристроим. Три-то уж точно должны с этим справляться. По крайней мере, и я так думаю. Так, что у нас теперь с поездами? Меня интересует вот этот момент. Он, правда, сейчас приедет очень мало, конечно, его приедет сейчас. Ну, хотя бы посмотрим, как он распределяется. Распределяется он, скорее всего, строго поровну. Я так подозреваю, да? Сейчас мы проверим. То есть, раз в какое-то время он будет увозить сразу огромный мегапоезд. До этого, видимо, наверное, и не будет. Ну да. А, смотри, он что-то загрузил даже. Так, а они между... А, они вообще между собой все связаны. О, нано что. Так, а тогда зачем мне их такое количество, если они между собой все связаны? Если он их воспринимает все как одно целое, то мне тогда их столько и не надо. Я думал, что обратно он отсюда не пойдет, а он идет. Вообще без проблем причем. Чудные дела твои, господи. Так, а здесь явно надо пристроить еще несколько таких штук, походу. Да, он назад поехал, ни хрена себе. Не-не-не-не-не, так, погоди. Это мы не можем так поступить с этой штукой. Если у нас так нефтянка работает, то надо, конечно, что-то с этим делать. Да, загружается он, правда, хрен знает сколько. Да, то целый вагон нефти. Целый грузовой вагон нефти. Как бы странно это не выглядело. А следующий поезд... Ну да, то есть пока один поезд не уедет, второй поезд не начинается. В общем, такие погрузочные модули не очень-то и хороши собой еще. Добавок ко всему. Так, что у нас здесь? Значит, здесь у нас приехали поезда-поездунюшки для того, чтобы забирать отсюда ресурсец. Сейчас они загрузятся полностью. Так, вот у нас приехало три поезда. Вообще эти три поезда немножко здесь все опустошат. А то, может быть, даже и немножко. Не-не-немножко. Так, здесь у нас половина поезда пустая приехала. Так, значит, нам нужна, как минимум, наверное, еще одна. Хотя... Сейчас проверим. Либо это так по кулдауну совпало, либо нам нужна еще одна штука. Но, скорее всего, так, наверное, совпало по кулдауну. Я так подозреваю. Потому что ресурсы здесь еще остаются. То есть ему должно хватить ресурсов на то, что сделать вот этому еще как минимум одну ходку до того, как эти вернутся. Ну, ему, наверное, хватает, мне кажется. Сейчас мы проверим. Но, скорее всего, ему, наверное, хватает. То есть следующее, что мы можем сделать, это только запустить еще одну такую ерунду. Так, что тут с травой у нас? А ты что-нибудь делаешь? А ты ничего не делаешь. Нет, по сырью ему прям конкретно не хватат. С сырьем прям проблема. Наверное, еще одну теплицу надо сделать. И, скорее всего, загрузки надо как бы не две. А то как бы и не три вообще. Так, насчет выгрузки я пока не знаю. Так, а выгрузки не хватает. То есть, в принципе, производство. Страдает именно производство. То есть как-то что-то оптимизировать в плане выгрузки этого пока не нужно. Потому что проблема именно с производством. Угу. Так, а что нам с этим сделать? Можно. Так, во-первых, проверяем заполняемость. То есть хватает ему или не хватает на данный момент? Так, здесь осталась пятерка. Здесь осталась четверка. Здесь осталось три. Не хватает ему, по-моему. Осталось две. И здесь осталась одна. То есть сейчас несколько вагонов поедут у нас пустые. Четыре штуки. Так, четыре вагона едут пустые. Это непростительная история. Так, четыре пустых вагона. Это прям не то, что нам надо. А что нам надо, спросите вы? А да только светлого оконца. Больше нам ничего не надо. Так. Тогда давайте мы на минимально возможном расстоянии. Ну ладно, давай на минимально возможном не будем делать. Или будем? Да давайте сделаем. А что бы не сделать, если можно? Ну хотя ладно, не будем. Так, давай тогда вот отсюда выведем еще одну. Мне нужны еще фермы. Так, давайте будем делать красиво. Так, раз ферма. Два ферма. Три ферма. С другой стороны, значит, мы берем и смещаем на один кусочек. Раз ферма. Два ферма. Три фермы. А еще здесь войдет три. Так, здесь три не войдут, но у нас еще много места внизу. Если что, мы можем сделать еще там. Так, теперь A.I.O. Так, теперь A.I.O. Вот это вот мы отводим сюда. И создаем еще раз полностью такую вот фигню. Нам нужно больше сырья. Еще намного больше сырья нам нужно. Значит, эта штука у нас уходит. Где-то вот до сюда, наверное, доходит. Так, сюда мы должны ставить бочки. Так, бочка, бочка, бочка. Бочка, бочка и еще бочка. И отсюда ставят загрузки. Так, загрузка, 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 загрузка. Так, есть такое дело? Есть такое дело Теперь И че тут Значит, тут теперь будет наоборот Нет, так, ща Не хватит, наверное, расстояния, да? Или хватит? Хватит расстояния, чтобы подключиться? А, все, хватило расстояния, чтобы подключиться Ну, хорош, тогда хватит Почему ты не цепляешься? О, цепляется Так, значит, отсюда И отсюда подключаем еще одну штучку Так, теперь Может, нам вот здесь вот по раскиданию А, нет, не раскидаемся Хера не усоморозился Не раскидаемся мы тут нигде А раскидаться мы можем Максимум, если вот так вот Так-так-так-так-так Значит, сюда протаскиваем Здесь опускаемся Здесь подключаемся Здесь тоже подключаемся Еще подключаемся тут Вытаскиваем вот отсюда Блин, криво вытащил Непростительная ошибка Так, и сделаем вот так Значит, сюда надо Наковырять еще Другую сторону Ладно, я в другом месте Наковыряю Без проблем Так, теперь надо Наковырять сюда Одное количество бочек еще Раз бочка Два бочка Три бочка Эти бочки мы соединим Между собой И нам нужно будет Сделать еще Такую же ерундень Так, давайте мы ее сделаем Либо здесь Кстати говоря Может быть здесь Она даже и сделается А, ну да Вполне она здесь сделается Так, хорошо Вообще-то не хочет Туда идти дальше Вообще-то по идее Она должна туда дальше идти Но что-то Но что-то опять не хочет Так, ладно Вот до сюда она будет доходить Это чисто на разгрузку И теперь нам надо Нам все равно придется Делать еще одну такую же хрень Где-то, наверное, вот здесь Не протаскивается А здесь А здесь протаскивается Хорош Раз здесь протаскивается Значит здесь мы ее и сделаем Подключаем раз Подключаем два Так, подключаем раз Подключаем два Заводим ее куда-то Например, вот сюда Чтобы она просто не мельчилась И подключаем три Так, сюда мы добавляем Еще 26 тележечек Для подвозки Необходимого количества ресурсей Так, а воды у нас здесь нет Потому что я их здесь не подключил Так, надо подключить Хоп Так, вода поехала Так, а еще здесь нету теплицы Которую я здесь не поставил Так, надо поставить У меня осталось, правда, 600 тысяч рублей И это есть некоторые проблемы Их сейчас, видимо, придется копить Потому что Потому что боюсь, что вот этой штуки нам не хватит Для того, чтобы их заработать Но чем черт не шутит Может быть и хватит Так, для начала надо сделать так Чтобы вот здесь вот было постоянно дохрена травы И она никуда не девалась После того, как мы сделаем вот такую схему Можно будет приступать тогда к оптимизации доставки ее туда дальше То есть хотя бы как минимум вот так Так, что у нас с поездами я хочу посмотреть Что у нас с поездами Поезда тут, кстати говоря, разгрузились О! Поезда разгрузились и захреначили все здесь просто А вот здесь приехал поезд И теперь активно загружает себя Да, загружается он долго А еще большая проблема Что загружается он только в одном месте То есть все вот это нахрен не надо То есть вот все, что я тут наградил Вообще не нужно Потому что одновременно он грузиться не может Ну, плохо, конечно Вот это вот мне не нравится То есть вроде как клапаны стоят Вроде как в одну сторону направлены штуки Вроде как можно одновременно загружать в два раза Вот там стоит один вагон Чего бы не грузить сразу с двух Логично? Мне кажется, что логично Но почему-то нет И как-то поставить, чтобы он что-то пропускал А даже если он будет пропускать, то зачем? В общем, вот эта вот вещь Как и многие другие в игре явно недоработаны С другой стороны, конечно, мы можем Он сюда все загнал Мы можем поставить еще один поезд, например И куда-то вот отсюда он будет типа выезжать И здесь сразу загружаться и куда-то уезжать То есть делайте два поезда Не знаю, будет ли это работать или не будет Но мы можем сделать два поезда Тогда он будет гораздо интереснее работать Но это мы начнем делать только когда забьются вот здесь вот склады То есть если станет понятно, что они забились и дальше нихрена То тогда будем этим заниматься Если не забились, то тогда не будем Поезд, конечно, будет уезжать отсюда хрен знает сколько Но мы, в принципе, с другой стороны особо и не спешим Так, а тут, кстати говоря, вон поехали уже экспрессики заново Так, что тут у нас? Тут уже приехал третий Уже приехал третий И третий приехал с травой прям Здесь, кстати говоря, на двух все равно что-то не хватило Странно, почему? Двадцать Половину хранилища они, считай, забили Даже не половину, а уже больше половины Так, это у нас разгрузился и уже начал загружаться Так, а, ну и здесь, смотрите, по ящикам стало сразу повеселее Да, по сырью ему стало лучше Проблема в том, что он не может вытащить отсюда ящики И из-за этого он вынужден их изничтожать То есть часть у нас доходит до уничтожения Потому что вот эти вот штуки не работают А заставить их работать тоже, по-не заставь еще Можно, конечно, попробовать их отсюда забирать И где-то в другом месте высыпать И я фиг его знает Но тоже такое себе Ладно, проблемы с этим будем решать чуть попозже Пока меня интересует вот эта часть Так, меня интересует вот эта часть И меня интересует, доехали ли мои паровозики Так, паровозики, по-моему, доехали Да, паровозики доехали и активно разгружаются И практически засрали уже все Тут один поезд до сих пор уехать не может Ну, такое количество, наверное, я все-таки переборщил Судя по всему Этот поезд, наверное, будет привозить один и сразу Какое-то безумное количество бабла Но за это время 600 тысяч За это время, мне кажется, можно вылететь в трубу немножко Так, а что у нас тут получается? У нас доход за предыдущие месяцы 1 900 000 А расход 1 014 000 И 18 560 То есть ни один поезд еще, который должен как-то, по идее, повлиять на это У нас еще не уехал Так что, скорее всего, без ракеты, наверное, мы дальше не выдвинемся Судя по всему Да, все равно у нас 18 560 Или он не пошел еще в зачет? Все равно 18 560 Так, а предыдущий был за 6 месяцев За 6 месяцев то же самое 18 560, ладно, сейчас он немножко покатается, этот паровозик Наверное, придется сократить количество вот этих, потому что слишком долго Либо добавить еще поездов Наверное, все-таки добавим мы еще поездов Только вопрос, только куда и как Сюда эти поезда еще хрен добавишь Вот в это место Вроде как мы можем это сделать Ну, добавить реально задолбаешься Ну, а чтобы сделать ракету, нам все равно нужно 22 тонны Поэтому все равно придется работать вот с этой Так, 26, ну, по-моему, мы с доставкой ресурсов нормально поработали Ну да, их здесь дохрена И пациона не хватает немножко, но ресурсов здесь уже дохрена На верхнего не хватает, вопрос только пока еще не переполнилось или в принципе не хватает Нет, судя по всему, в принципе не хватает, потому что вот здесь вот явно нехватка ресурсов И здесь сейчас ящики закончатся Ну да, то есть не успевает наше производство справиться с такой вот ерундой А чтобы она успевала справиться, нам, судя по всему, придется сейчас сделать еще одну систему для погрузки Ну, в данном случае ее, например, можно сделать вот здесь Где-то вот тут К примеру Так, давайте мы примерно прикинем, как бы это могло выглядеть, если бы я захотел это сделать вот тут Так, это могло выглядеть вот так, например Так, это могло выглядеть вот так Здесь мы тогда могли бы поставить Или вот здесь Вот здесь мы могли бы поставить загружалку Так, вот так вот у нее загрузиться Потом здесь развернуться И вот сюда вернуться Тогда нам нужно будет С другой стороны сделаем, например, оранжевый Например, оранжевый сделаем с другой стороны Тогда мы с этой стороны можем поставить, например, бочку где-нибудь вот здесь В эту бочку мы можем начать грузиться Дальше мы можем поставить вот такую фигню И включить ее в оранжевый удаленный коннектор Так, например Так, добавим сюда тележеньки Так, количество еще 20 штук Так, и попробуем оптимизировать таким образом доставку ресурсов То есть у нас теперь вместо одной будет грузиться сразу две И часть из них сразу еще и будет разгружаться Я на самом деле так и хотел сделать, чтобы он типа грузился-разгрузился Но здесь получилось слишком длинное полотно Поэтому так не получилось Вообще замысел изначально был такой Интересно, он, кстати, может одновременно грузиться и разгружаться? Не может Блин, ну вот недоработка Вот почему он не может одновременно делать две вот эти вот вещи? Ну вот прям явно же должен мочь Мне кажется, если бы разработчики довели эту игру до ума Вот в таких вот мелочах Был бы гораздо лучше Но кто-то мне говорил, что они на нее конкретно забили И доводить ее до ума они уже не будут Причем никогда Так, сейчас посмотрим, получится ли у нас сделать непрерывное снабжение топливом По идее получится То есть один разгружается, второй в этот момент загружается И так дальше они потом сменяют друг друга И, кстати, сюда что-то ничего не доезжает А вот теперь доехало Так, ну, кстати, внизу он уже подпереполнилось все Угу То есть если внизу все подпереполнилось Значит сейчас весь ресурс пойдет наверх То, что подпереполнилось, это небольшая проблема Потому что... Потому что это небольшая проблема Это, конечно, неприятно, но не очень Если все заработает на полную катушку По идее нам сырья должно быть достаточно Сейчас мы, кстати говоря, проверим Но пока недостаточно Он не успевает сделать столько, сколько... Сколько мне надо Ну-ка, интересно, а пока он же... А я не смогу, да? У меня... А, у меня не совпадает нигде Эх... Так, нигде не совпадает И как-то закинуть... Затянуть я его нигде не смогу, да Ну, а тогда бессмысленно А с другой стороны все равно Он на шаг считает Один шаг и он сопустошает Ну да, смысла нет Так, ну-ка, мы вышли на заполняемость поезда целиком Меня вот это интересует вопрос То есть каждая штука должна заполнять у меня ровно половину поезда По замыслу Если он заполняет, значит все нормально Так, ну... Почти заполняет Может даже полностью заполняет О, отлично Поезд заполняется полностью Дальше он уже пошел разгружаться Тут же Эти поезда у нас находятся хрен знает где Но вот они потихонечку сюда приезжают Так, а здесь у нас чего? Здесь у нас заполняет полностью И опять грузится этот мега-крокодил наш Ну и что, это как-нибудь повлияло на загрузку? Повлияло 19-360 Но повлияло очень скромно Крайне скромно повлияло Я думаю, что не в последнюю очередь Это из-за того, что Очень медленно Загружается поезд Мне кажется, этот поезд загружается Чуть ли не месяц просто стоит Поэтому в разрезе трехмесячного Получается такая жопа Если с этим поработать Может быть будет и получше Но это может быть я, кстати говоря За пределами кадра с этим поработаю Потому что он загружается А здесь еще остается дофига А если бы я, допустим Ну просто так, чисто гипотетически Если бы я, допустим Захотел запустить сюда еще один поезд Он его можно повернуть? В принципе, можно Так, если бы я захотел повернуть Заезд поезда Так, вот выезд поезда А заезд поезда где угодно можно сделать? Ну как бы, в общем-то Вроде как и где угодно А вроде как и не очень Ну-ка, вообще-то так Вообще-то любопытно довольно-таки Но в порядке бреда просто Вот А вот так вот можно сделать? Например Так, только вот это вот надо разобрать Слушайте, ну походу Так все-таки можно сделать И таким образом можно прихреначить Еще один поезд сюда В который можно торжественно Спулить часть вот этого сырья А вот знаете, какой меня интересует Еще момент Вот что я хочу проверить А если я сделаю Несколько фейковых вот таких вот штук Не так, как я заморачивался вот здесь Потому что так я заморачиваться не хочу совсем А пусть они будут чисто фейковые То есть они есть Он же заполняется Все равно в первом, правильно? То есть если остальные не заполнены Это будет работать? У меня вот это вот интересно Так, мне интересно вот это Еще мне интересно Можем ли мы его Блин, можем ли мы его как-то так заставить? Так, можем ли мы его как-то так заставить? То есть, допустим, я его сюда довезу Блин, по-моему, я неправильно поставил Так, а сколько тебя хватает-то, друг Вот этими длинными трубами Если я буду связывать Так, давай длинную трубу Потом вот такую хрень Длинную трубу Хрень Длинную трубу Хрень А длинную трубу Хрень Так, от этой хрени Тогда мне надо будет поставить Еще А, кстати, может быть, длинная труба достанет? Ну-ка Может, там ничего не перестраивать не придется? А почему ты сюда не ставишься? Бля Опять Так, а так Да ёперный театр Блин, что это за миллиметраж-то, господи Так, ладно Вот это вот заработало Допустим Так, просто чисто вот любопытно Сейчас мы дождемся поезда Я хочу посмотреть, сколько в нем будет вагонов В этом поезде, который приедет Потому что вот эту хрень мы сделали А еще я хочу, знаешь, что посмотреть А-а-а, ёперный театр Все так понятно Я понял, я понял Я понял, понял, понял Сделать до хрена поездов вообще не вопрос Только надо переделать вот эту вот штуку То есть Где-то вот здесь вот он должен быть А между ними Тогда просто ставится еще одна прокладка Да и все Я даже немножко разочарован Может, даже вот так можно сделать? Нет, все-таки без дополнительной бочки поставить нельзя Но зато с дополнительной бочкой можно так А где там поезд мой? Вот эта вот лажа будет работать, мне интересно? Потому что это прям чисто лажа Прям лажа лажная Это прям максимальная лажа, какую мы можем сделать Из всех лаж Ничего не подключая Ничего не балансируя Дэм Ну вот только ресурсов, правда, не хватит Потому что все сюда ушли Надо все тут посносить Оно, интересно, стоит обслуживание ежемесячного? Вот мне любопытно Наверное, не стоит, скорее всего Так, где эти штуки-то? Так, может хранить 16 яиц? Нет, просто оно стоит денег Да, обслуживание оно не стоит Да Лжаватенько, конечно, лжаватенько получилось Я немножечко разочарован всем фактом Ну ладно, раз игра дает нам такие возможности Чего бы ими не воспользоваться На этой прекрасной ноте я тогда с вами прощаюсь Вот это вот мы с вами оставляем В таком виде Ну а в следующей серии тогда попробуем Все это максимально оптимизировать И выйти на какие-то данные Сколько у нас уже? Ну, 19,360, маловато Нам нужно 22 тонны Чувствую, на траве мы их не сделаем Тогда придется что-то еще угородить Спасибо за просмотр Если ты досмотрел до этого момента И видео тебе зашло Не поленись что-нибудь написать И что-нибудь поставить Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше Уведомления о новых видео Ты сможешь получить только подписавшись И включив несчастный колокольчик в настройках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok